Покатились по наклонной. Группу велосипедных воров задержали в Барнауле. По версии следствия, два жителя краевой столицы угнали как минимум 10 транспортных средств. Все подробности далее. Ночью, днём у подъездов и магазинов. Велосипед остался без присмотра, тогда они идут к вам. Вор действует по схеме «увидел», «забрал», «продал». Ежедневно в крае в среднем пропадает по 4 велосипеда. Один из последних случаев произошёл с жителем посёлка Южный. У Вадима украли велосипед за 12 тысяч рублей. Я поднялся за водой, помыл его. Поднёс занесить ведро. Когда я занёс ведро, я, выйдя на улицу, обнаружил, что велосипеда нет на месте. К счастью, полиция вернула украденное владельцу. Нашли и вора. Оказалось, он действовал не один. Два жителя краевой столицы зарабатывали на жизнь кражами велосипедов. Действовали хитро. Разделили посёлок Южный на районы. Каждый работал на своей территории. Он на одной улице брал, я на другой. Какие улицы-то, расскажите. Его был посёлок, а дядя мои был почёлка. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Следствие считает причастными их в краже как минимум 10 велосипедов. Если этот факт подтвердится, мужчины могут отправиться в тюрьму на 5 лет. В настоящее время проводится их отработка за совершение аналогичных преступлений. Уже доказано 5 фактов краж велосипедов по городу Барнаулу. Предположительно, ещё будет около 5 фактов. Решение суда ждёт и этот молодой человек. Он перебрался в Барнаул из Магнитогорска. Там вырывал велосипеды и здесь продолжил. Говорит, за своим имуществом владельцам нужно лучше следить. Ещё, да, вот эти вот тросики, вот эти, их переломать очень легко, даже руками. Даже там, даже кусачки не нужно. Есть специальные такие тросаши железные, чисто железные, ну, просто железка, да, железные троса, цепь. Вот, просто на замке его, где его держишь и всё, велосипед. Такие радикальные меры, как цепи, нравятся не всем велолюбителям. Если вы не готовы возить с собой несколько килограммов железа, просто не оставляйте транспортное средство без присмотра. Алиса Роженцова, Анатолий Фукс, Новости.